Друзья, всем привет! Вы на канале про политического биржа в США. Меня зовут Марина Заколовская. Сегодня не совсем обычный сюжет. То есть я сказала, что канал про политического биржа в США. Тем не менее, сегодня мы рассматриваем, как заполнить правильно, быстро, четко, почему быстро, потому что у вас всего будет 30 минут, анкету для получения, для участия в лотерее Гринкард. Ну, соответственно, потом получение. Оговорка по Фрейду. Надеюсь, всем, кто смотрит этот эфир, повезет. Итак, сейчас я выведу на экран страницу Госдепа. Помните, что это единственная страница, через которую вы можете подать на участие в лотерее Гринкард. Единственная. Другой такой страницы нет. Не верьте никаким мошенникам. Мы сейчас отдельно поговорим, почему и как могут вам мошенники все это дело испортить. Вы будете заполнять все это дело самостоятельно. У вас все получится. Единственное, что нужно, это чтобы у вас были готовы заранее фотографии. Про требования к фотографиям я тоже скажу, когда открою страницу, на которой будете все это заполнять. Итак, видите, да? Это страница Госдепа. В прямом смысле, это страница Госдепа. То есть, это не какой-то есть... Это я не придумала ничего. Вот так выглядит страница Госдепа, где вы можете подать на лотерею Гринкард. Смотрите. Значит, вы подаете сейчас. Видите, вон там написано, что это 2025 год. 2025 год все правильно. Это означает, что если выиграли, то въехать в страну вы можете в 2025 году. Никакой ошибки здесь нет. В 2024 году въехать у вас не получится, потому что розыгрыш будет в мае 2024 года. Потом вы должны будете послать все документы, но это уже отдельно. Мы расскажем, что делать, если я выиграл. Это отдельно расскажем. Но тем не менее, настраивайтесь, что если вы выиграли, то приедете в 2025 году. Еще важный момент. Если вы не хотите потом платить налоги, не участвуйте в лотерею Гринкард. Просто не участвуйте. Объясню почему. Потому что ваша необходимость платить налоги за доходы в других странах появится не тогда, когда вы получите американское гражданство, а появится тогда, когда вы получите Гринкарту. Еще важный момент. В этом году не нужно данные паспорта, чтобы участвовать. До этого это было связано с мошенничеством. В этом году не нужны ни тому заявителю, основному, который есть, ни его женам, детям и так далее, не нужны. Но нужна фотография, у которой строгие требования. Если фотографий нет, поставьте этот сюжет на паузу, сходите в ближайшее фотоателье и скажите, что вам нужна фотография как на американскую визу. Запомните, на визу. У нас, в принципе, все фотографии одинаковые. На паспорт, на гринкарту, на визу. Требования всегда одни. Но в вашей стране не могут знать, какие фотографии нужны для американского паспорта. Но у них всегда есть требования внутри, там такой списочек, для американской визы. Или скачайте приложение, American Passport Picture обычно называется. Как правило, оно платное, там в районе 5 долларов обычно. И встаньте напротив белой стены, чтобы не было теней, чтобы были видны уши, не было украшений. В общем, там есть определенные требования. И сделайте при нормальном освещении себе самостоятельно фотографию. Но помните, что это все на ваш страх и риск. В каком смысле? Если фотография не одобрена, то это может стать причиной того, что вам отклонят всю анкету. Давайте откроем сейчас эту страницу, посмотрим. И я вам буду более подробно рассказывать, что и как, но уже с открытой страницей. Секунду. Итак, мы начинаем вот с этой вот замечательной кнопочки, которая выделена зеленым цветом. Видите, да? Написано begin energy. До этого момента есть две синие кнопочки. Первая – это инструкция. К сожалению, нет на русском языке. Там написано, если по ссылке перейти, она на английском. Я вам ее расскажу на русском языке. Но она не переведена на русский, хотя там написано в скобочках, что, мол, на ваш страх и риск. Они хотят, видимо, подключить какой-то автоматический перевод, может, в Google Translate. Но еще не подключен он. Это первое. Второе – это фотография. Вы можете заранее проверить, подходит ли ваша фотография. Пожалуйста, воспользуйтесь этим, зайдите, вставьте вашу фотографию, которую вы сделали для грин-карты, и посмотрите, отвечает ли она требования. Если это все вам понятно, то мы нажимаем на зеленую кнопочку. Мы нажимаем на зеленую кнопочку и начинаем заполнять. Первое – это вот этот вот код, который у вас появляется. Я не знаю, нужны ли там капс лог или нет, но на всякий случай в виду, я думаю, что это... Это всегда хороший вопрос. Это О или 0? Это, кстати, всегда проблема потом проверять анкету. Я думаю, что это 0. Ой, что это О. Напишу, что это О. 96, K, 5, C, N. Так, submit делаем, да? То есть мы вводим L-код. Нет, это неправильный код. Он, видимо, сделал мне все-таки не О, а 0. P, Y, 4, H, 3, C. Submit. Так, итак, первая часть. Первая часть, все просто. Фамилия, имя, отчество. На самом деле фамилия, имя, middle name. Мы... Почему я сказала отчество? Потому что очень часто у многих это ошибка. Давайте начнем. Я на всякий случай капс лог так и оставлю, чтобы не заморачиваться с первыми заглавными буквами. Давайте, это у нас будет несчастный Иван Ивановс. Пусть он будет Ивановс. Ивановс. Его первое имя будет Иван. А вот дальше вы ставите, что у вас нет middle name. Если вас зовут Мария Антуанетта, Жоржетта Казетта и так далее, то есть у вас есть middle name, то вы вставляете туда middle name. Но, как правило, люди путают middle name и отчество. Отчество не является вашим middle name, мы ставим просто middle name. Пусть у нас-то будет мальчик. Да, и пусть он родился у нас там 0,1. 0,1. Ну, какого-нибудь, не знаю, это 1993-го. Где вы родились? Давайте я возьму себе какого-то условного москвича, просто чтобы все было совсем просто. Смотрите, вот здесь вы пишете город или село, поселок городского типа, хутор, где вы родились. Правильное название есть у вас в свидетельстве о рождении. В свидетельстве о рождении посмотрите, как там написано. Вас спрашивают здесь. Только ввести название города. Только. И видите, дальше пишут. Дунацкий. Вот видите в эту строчку? Они не просят вас сводить регион, страну, область, край, республику. Нет. Мы пишем просто Москва. В моем случае, да, ну, в случае придуманного Ивана Иванова. В вашем случае вы пишете просто название населенного пункта, который есть у вас в свидетельстве о рождении. Дальше выбираем страну. Мой Иван Иванов родился в 93-м году. Раз он родился в 93-м году, то у него это уже была Россия. Ну, смотрите, вот каждый год они меняют. Давайте на всякий случай проверим. Мне просто интересно, есть ли Совет Юнион, Совет Юнион. Нет, есть ли ЮСССР, потому что очень многих россиян в паспортах сейчас стоит именно ЮСССР. И это правильно, 91-го года так и было. Вы видите, здесь нет. Поэтому мы не ставим, вот есть Украина, Советского Союза нет, Совет Юнион есть, нет, Советского Союза нет. Поэтому мы ставим Россию или Украину или любую другую страну, даже если вы были рождены в Советском Союзе. Окей, если вы с постсоветского пространства, вас спрашивают, вы подаете на основании страны, в которой родились, пишите yes. Я не знаю, как они будут делать с Советским Союзом, что они придумали, но он отсутствует. Поэтому пишите страну, которая есть сейчас. К счастью, все страны бывшего Советского Союза, которые появились после распада Советского Союза, допущены к участию в лотерее Гринкард. То есть есть огромный список стран, которые участвовать в лотерее не могут. Почему? Потому что количество иммигрантов, которые приехали из этих стран в США, оно превысило все просто нормы, просто все-все возможные нормы. Советские бывшие страны в такое не входят. Итак, очень быстро после того, как мы отметили, от какой стороны мы подаем, мы переходим к фотографии. Мы добавляем фотографию. Сохраните ее в каком-то месте, чтобы ее было легко получить. У меня очень странная фотография для участия, тем не менее. Дальше наш адрес. Первое. InCare. И написано, что это можно писать, а можно не писать. Это очень простая вещь. Вам нужно сообщить Госдепу свой адрес. InCare – это значит, кто получит. Если это получает условный Иван Иванов, на котором я заполняю анкету, то мы так и пишем, что получает Иван Иванов. Но, предположим, вы не живете по этому адресу. И у вас получает это все Петр Петров. Значит, пишите туда Петра Петрова, который будет отвечать за вашу корреспонденцию. Адрес. Ну, давайте напишем, что наш Илья Иванов, ой, Иван Иванов живет на Ильинке, например, да. Пожалуйста, не бойтесь писать адрес. Не бойтесь переписывать его. Не вздумайте его переводить. Если вы живете на Красной площади, то вы можете, конечно, написать Red Square, но Красная площадь тоже будет нормальный адрес. Не бойтесь его переводить. Не бойтесь писать так, как есть. Если это, не знаю, третья улица строителей, так и пишите, что это третья улица строителей. Не усложняйте ничего. Ваша задача сделать так, чтобы пакет из Госдепа мог за вас дойти. То есть у нас будет улица Ильинка, дом 3, не знаю, апартмент 250, 455, вот я написала, город Москва. Дальше очень часто боятся многие вот этой вот фразы. District, County, провинция, там, в общем, зачем я говорю английском, непонятно, или штат. Понятное дело, что в каждой стране есть свои способы деления государства по тем иным принципам. В России, например, это республики, это область, край и так далее. Я здесь на всякий случай напишу, что это Москву, например, можно написать district, как они просят, да? Можно написать просто сократить. Ну, давайте напишем. Можно написать слово region, например, там, не знаю, иркутск регион. Некоторые пишут область прямо латинскими буквами, и в этом тоже ничего страшного нет. Совершенно не помню никакие зип-коды, это индекс, да, совершенно не помню никакой, но, по-моему, с 28-04 все время был это из этого самого, из Остантина. Напишу его от балды. Страна. Опять мы выбираем страну, в нашем случае была Россия, мы выбираем из выпадающего списка Россию. Дальше страна, где вы живете сейчас. А теперь внимание, пожалуйста, если вы перешли границу между Мексикой и США и ждете суда, ну, вы можете, конечно, вас никто не запрещает заполнять, но это пустая трата времени, это артель, напрасный труд, то есть то, что вы заполняете, оно вам ничего не даст. Если вы находитесь в США уже по любой неиммиграционной визе, и у вас 94-я нестекла, и вы продлеваете, и у вас все хорошо, то, конечно, стоит это сделать. Я не буду усложнять, я напишу, что условный Иван Иванов так и находится в России. Его номер телефона, ну, ну, давайте, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, что там у нас, да? Кстати, номер телефона тоже подписано, можно говорить, может, нет. Дальше имейл, имейл, ну, давайте имейл, напишем, что это Иванов собака Яндекс, например, точка ру. Еще раз попросит написать имейл, опять мы пишем, что это Иванов собака Яндекс точка ру. Друзья, вот, хорошее замечание, очень многие боятся сделать ошибку, но я вам скажу очень одну важную вещь, ошибку сделать, если вы не планируете обмануть власти США, фактически невозможно. То есть, если вы укажете, что ваше отчество Иванович, а на самом деле, ой, отчество, что ваше мидлнейм Иванович, а на самом деле это ваше отчество, это не ошибка, это вещь, которую можно объяснить офицеру. Но если вы наврете про несуществующее образование, не сможете доказать его или еще что-то, это наложит бан на вас, не делайте этого. То есть, нельзя, посверьте мне, но вот честное слово, можно постараться и все равно не обмануть, сделать какую-то ошибку, но обман и ошибка, это две разные вещи. Дальше, спрашивают, What is the highest level of education? То есть, какое наивысшее, скажем так, наивысший уровень образования у вас есть сегодня? Предположим, вы сейчас, вот у нас октябрь 2023 года, и вы сейчас заканчиваете учиться, и в мае вы защитите диплом, и в мае 24-го вы будете дипломированным специалистом. Это никого не интересует, потому что вас спрашивают про сейчас. Это многие очень этого боятся, те, у кого 9 классов, и кто еще доучивается, предположим, в каком-то профессиональном училище, да? То есть, человека 9 классов, он пошел учиться в медучилище, оно там закончено 10-11, и получит профессиональное образование. Вас спрашивают про сейчас. Итак, primary school, это 9 классов. High school, написано, no degree. Что имеется в виду? Вы аттестат не получили. Ну, например, у вас high school, и вы получили аттестат. Или, в общем, здесь вариантов очень много, вплоть до того, что это может быть какое-то училище, там, ПТУ, немножко высшего образования, скажем, да? Как некоторые шутят, не начатое, высшее. Или у вас уже есть, там, не знаю, мастер degree, и так далее. Ну, предположим, давайте пусть у нашего Ивана Иванова будет неоконченное, а высшее. Окей, какие-то, какие-то у него отношения с университетом есть, но непонятные. Какой у вас в настоящем статус, касаемо вашего положения, женитьбы или ее отсутствия, и так далее. Первое, это unmarried, то есть человек, который никогда не был в браке. Не разведенный, а никогда не был в браке. Второе, человек женат, но моя или моя супруга не являются гражданином или держателем грин-карты США. Это крайне важный момент. Вот если вы женаты, и вы на свою жену, и вы живете в браке, и будете на свою жену подавать, и при этом у нее нет гражданства или грин-карты США, то все логично. Вы ставите, что я женат, и у моей жены тоже ничего нет. Если же вы женаты, и ваша жена или муж, у них есть гражданство, да, бывают такие ситуации, когда людям проще поиграть в лотерею, чем воссоединяться, все бывает, то вы отмечаете, что вы женаты, и у моей жены или у моего мужа есть гражданство или есть грин-карта. Если вы разведены, то разведены. Если вы вдовец, то и вдовец. Вот теперь очень интересная информация, которая касается последнего пункта. Это когда человек официально, как бы, официально не проживают вместе. Американские власти знают, что на территории постсоветского пространства такого статуса нет. Этот статус есть, например, в США, когда люди официально в браке, но они идут к адвокату, и такой заключает договор, который их, как бы, разделяет. Вот они на бумаге вроде муж и жена не развелись, но при этом не муж и жена. Пожалуйста, если у вас партнерские отношения, как многие говорят в России, гражданский брак, которого не существует, то есть гражданский брак это акт гражданского состояния, он, как бы, он и заключается в ЗАГСе, но многие вот называют его, в простонародье его называют гражданский брак. Если вы совместно проживаете, не отмечайте, не отмечайте, что вы женаты. Вы не женаты. Вы, если никогда не были женаты, вы unmarried, если вы до этого их отношения были разведены, вы разведены, других отношений у вас нет. Пусть наш Иван Иванов будет женат, счастливо женат на женщине, у которой нет американского гражданства или грин-карты. Количество детей. Значит так, это тоже очень важный момент. Количество детей должно совпадать с тем количеством детей, которые у вас есть. Если вы не знали, какого-то ребенка, давайте вкручиваем здесь в Санта-Барбару. Я 5 октября заполнял на грин-карту, все отправил, написал, что у меня трое детей. 6 октября открываю, дверь стоит, девочка на пороге и говорит, а помнишь, 18 лет назад у тебя была веселая ночь после клуба, я твоя дочь. Это одно. Это одно. Вы указали точное количество и те, которых знали на момент, когда подавали на лотерею грин-карту. Ну, как бы здесь могут быть сложности. Но этот ребенок маме не усыновлен, этого ребенка нет у вас в паспорте, вообще про него не знали. Но если вы развелись с кем-то, расстались, и там остался ребеночек, с которым вы не общаетесь, и вы с этим ребенком не встречаетесь и так далее, и вы скрываете, что он у вас есть, то есть пишете детей от настоящего брака, а не прикладываете информацию о том, что у вас в предыдущем еще было пятеро, то это скажется на то, что вы будете дисквалифицированы. Нельзя скрывать детей. И самое обидное, что на детей на всех нужно включать фотографии. Вот в чем проблема. Очень часто многие пишут, ребенок в предыдущем браке фотографии нет. Значит, вы не можете участвовать. Кстати сказать, я забыла, что у меня всего одна фотография, только на Ивана Иванова. Давайте сделаем его от Мерит, открутила назад, потому что ведь он попросит добавить фотографии, которых у меня нет. Поэтому и детей мы здесь никаких не указываем. Я не знаю, он пропускает 0, или не давайте посмотрим, напишем 0. И детей я не вписываю по одной простой причине. Потому что у меня нет у них фотографий. Ну смотрите, когда мы вписываем детей, так вот, смотрите, видите, он пишет часть 2. И вот это славное слово, это означает кто? Жена и все остальные. Жена у нас, соответственно, будет Иванова. Иванова у нас будет жена. И у нее будет имя Ивана. У нее тоже нет никакого middle name. А родилась она тоже у нас 0,1. И там, не знаю, 2001. Она у нас девочка. Родилась она у нас тоже в Москве. И родилась она у нас тоже в России. Ну просто, чтобы все как бы было очень понятно, да, то есть как бы мы выбираем 5 фотографий и ставим точно такую же фотографию, как я выбрала для ее мужа. Дети. Мы написали, что двое детей. Ну, соответственно, у нас Иванов. Пусть тоже будет Иван. Ну, Иван Иванович. У него тоже нет middle name. Он тоже родился 0,1. 0,1, 2021. И он у нас мальчик. Родился он тоже в Москве. Кстати, вот видите, здесь такая есть надпись, что город рождения неизвестен. Все бывает. У вас может быть, мало ли, может вы родились в войну, бежали. Что угодно. Жизнь такая страшная, непредсказуемая, часто штука. Не бойтесь этих отметок. Вас никто ни на чем не хочет поймать. Не бойтесь этого. Если вы не знаете, где вы родились, не уверены, родились по дороге, где-то. Потеряно в свидетельстве о рождении. Его невозможно восстановить. Есть только паспорт. Пишите. Вы обо всем этом расскажете потом офицеру на собеседовании. Это не преступление. Так. Он тоже у нас родился в России. Мы тоже прицепляем ему ту же самую фотографию. То есть семья Ивановых у нас вся очень красивая, но с одним лицом. Второй ребеночек у нас тоже Иванов. Зовут его пусть там, ну, давайте, Павел. У него нет имени. И они все родились 1 января. Но этот ребеночек родился в 2022. Он тоже у нас мальчик. Тоже в Москве. У всех известен город рождения. Тоже в России. И у него та же самая фотография, что у всех остальных. Дальше. Продолжаем. Продолжаем разговор. Смотрите, как быстро мы вышли на одну простую вещь. Мы вышли на то, что нас просят. Причем мы нечаянно Иванова Ивана записали как девочку. Господи, что же со мной было? Ну, окей. Смотрите, мы очень быстро вышли на информацию, когда нас просят проверить. Ребята, а все ли это правда? И дальше говорят. И адрес, и номер телефона, и имейл, и образование. То есть все, что вы написали. Количество детей, жена. Видите, вся эта длинная история, она вся упирается во что? В то, чтобы вы проверили информацию. А теперь, друзья, пока кнопочку сабмит я нажимать не буду. Потому что я не хочу отправлять абсолютно фальшивую виповую информацию и загружать систему, ну, перегружать ее. И так у нас все работает непонятно как. Смотрите, значит, что я вам сейчас скажу очень важные вещи, почему нужно заполнять все самостоятельно. Даже не потому, что Газдеп рекомендует. Кстати, Газдеп очень любит, чтобы вы заполняли самостоятельно все вот эти формы. DS-160, DS-260. Если вы не можете, вот вы послушали меня, пошли в нашу группу в Телеграм, нашли печатную версию, где я то же самое рассказываю, но не быстро, а где можно прям открыть фотографии, посмотреть все, как что сделать. Вы все равно боитесь. Как минимум, если кто-то за вас будет заполнять, пожалуйста, сидите рядом с человеком, который будет это делать. Вот прям сидите рядом с ним. Или должен быть человек, которому вы доверяете как самому себе. Потому что, когда вы нажмете вот на эту чудесную зеленую кнопочку, вы получите уникальный номер участника. И что делают иногда мошенники? Мошенники дают, например, неверный номер, этот уникальный номер. А потом просят деньги за правильный номер, чтобы вы проверили. Или вписывают, вот видите, у нас у Ивана Иванова написано, какой имейл? Иванов собака Яндекс.ру. А они вот здесь впишут какой-нибудь Иванов 1 собака Яндекс.ру. Да, вот, ну, создадут себе там быстренько Иванов 1 собака Яндекс.ру. И впишут вам Иванов 1. И информация, по которой вы сможете восстановить номер, если вдруг он неправильный или его потеряли, она придет на их имейл, понимаете? Или они на вашу уникальную информацию создают кучу анкет. В общем, не все помогаторы-мошенники, но все мошенники-помогаторы. Отталкивайтесь от этого, пожалуйста, постарайтесь запомнить самостоятельно. Смотрите, какие еще опции даны вам на этой последней странице. Go back to part 1. Part 1 – это часть празднового, скажем так, подавальщика, заявителя. Go back to part 2 – это часть, которая ведет вас к жене и к детям. Ну, в данном случае, в случае Ивана Иванова. А cancel – это, соответственно, когда я нажму, то Госдеп вообще забудет, что я когда-то что-то здесь заполняла. Еще очень важный момент. Значит, не верьте тем, кто говорит, что на одну и ту же семью можно заполнять бесконечное количество анкет. Это не так. Можно заполнять на одного человека один раз. Ну да, если это семья, муж-жена, то шансы выше, потому что вы заполняете на мужа, заполняете на жену. Каждый раз вписывайте одних и тех же людей. Ребенок до 21 года может заполнять самостоятельно и может заполняться в составе семьи. Это очень важный момент. Если вы беременны сейчас, вы не вписываете где-то вдруг, каким-то, не знаю, количество детей, не увеличиваете себе. Вы когда родите, дай бог вы выиграли, у вас все хорошо, вы получите на этого ребеночка визу. Никого не вписывайте. Помните, что даже если ребеночек маленький, совсем маленький, на него все равно нужна фотография. Придется надевать на себя белую простыню, держать его как-то, как угодно. В общем, ребенку три месяца, три дня, неважно. Госдеп хочет его фотографию, пусть на момент проведения интервью ребеночек уже капитально изменится и уже из этой красной устрицы превратится в какого-то красной, точнее, креветки. Будет выглядеть человек превратиться в человека и так далее. Итак, сейчас я нажму cancel, потому что я вообще не хочу, чтобы эта информация у кого-то уходила, потому что вы понимаете, у нас даже Иван Иванов получился девочка, и у него женская фотография и так далее. Но когда вы нажмете на сабмит, вы отправите всю эту информацию, и это ваш единственный шанс. Вы не можете на Ивана Иванова, на Уславного, еще одну отправить анкету. Поэтому мы все это дело отменяем. Видите, даже опять он спрашивает, типа, точно, точно? Вот смотрите, кстати, как интересно. Вот здесь видите, что у вас написано? Время, которое у вас есть на заполнении, 30 минут. Этого времени более чем достаточно, если вы сначала просмотрите видео, а потом начнете заполнять еще раз нос видео. Вам хватит. Значит, мы здесь нажимаем, что мы все это дело отменяем и опять возвращаемся на первую страничку, где мы можем начать все с самого начала. В общем, результаты будут известны в мае. Если вы не находитесь в своей стране, находитесь уже в США, пожалуйста, чтобы не тратить деньги и время, нервы газдепа, напишите в комментариях под этим видео, какая у вас ситуация и стоит ли вам в этом участвовать или нет. Не бойтесь ошибиться. Это очень трудно сделать. Главное, не обманывайте никого и ничего и заполняйте самостоятельно. Привыкайте к самостоятельности. Иммиграция, кстати, это проверка вообще на то, насколько вы самостоятельны. Всем хорошего дня. Всех люблю, целую. Пока. Подписывайтесь на наш канал, приходите в нашу группу. Там миллион советов по иммиграции в США. Все как всегда, четко, ясно, трезво и абсолютно честно. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!